Добрый вечер на часах 19.00 и в прямом эфире седьмого канала новости. Меня зовут Юлия Чупрова и сейчас коротко о главных темах этого выпуска. Пустые школы, коммунальные аварии, проблемы с самолетами и автобусами. Как город переживает 40-градусные морозы и долго ли они у нас продержатся. Умер рэпер Децл. Я вспоминаю, думаю, что не хочется до последней веры надежды в том, что это была оценировка. Что о нем вспоминают его красноярские товарищи и почему он обиделся на наш город. Общежития с лаунж-зонами, медицинские и спортивные центры журналистам показали деревню-универсиады. Итак, по Красноярску ударили страшные морозы, причем настолько, что их силу почувствовали даже самолеты. Из-за 40-градусных морозов в Красноярском аэропорту отменили 4 рейса, еще 2 задержали. Жуткий холод вынудил пилот аэрофлота, летевшего из Москвы в Красноярск, сесть в Новосибирске, чтобы переждать непогоду. Судно Airbus A330 не предназначено для посадки при сильных морозах. Проблемы для авиасудов вызывают не только холод, но и туман, скопившийся в районе взлетных полос. По словам пресс-службы аэропорта, все пассажиры задержанных и отмененных рейсов обеспечены питанием и комфортными условиями. Отменяли из-за погоды не только самолеты. Сегодня десятая часть автобусов не вышла в рейс. Кроме того, большинство школьников так и не сели за парты. Прошлая ночь чуть не побила температурный рекорд. Синоптики зафиксировали минус 41,3 градуса. Чуть холоднее в этот день было только в 2001 году. Как город переживает аномальные морозы и когда потеплеет, расскажет Денис Козлов. Сегодня в рейс не вышли около 10% автобусов. Это около сотни машин. В департаменте транспорта говорят, они либо не заводятся, либо ломаются. Поэтому автобусы, возможно, придется ждать дольше. Спасти от холода, по крайней мере, частично должны помочь вот такие теплые остановки. Они есть возле СФУ. И похоже, что холода в них придется пережидать долго. Этой ночью синоптики обещают минус 38. Днем во вторник будет немножко потеплее. Минус 30. Однако ночью мороз вновь вернет свои позиции. 36 градусов ниже нуля. Благодаря морозам появились и незапланированные каникулы у красноярских школьников. Их сегодня за парты село всего 7%. Это около 40 учеников на одну школу. Напомню, что старшеклассникам можно не посещать учебные заведения при минус 35. Младшим классам при минус 32. Похоже, что выходные у ребят затянутся на несколько дней. В среду днем синоптики прогнозируют минус 27. Хорошая тенденция. Однако ночью прогнозируют похолодание. Минус 33 градуса. Но остерегаться холода стоит не только детям, но и взрослым. Так за прошедшие выходные в БСМП с обморожением поступили 3 человека. Врачи говорят, что к наплыву пациентов готовы. Есть даже отдельная палата на 60 человек. Будем, конечно, надеяться, что она не пригодится. В четверг синоптики прогнозируют, что будет немножко теплее. Днем минус 25. Ну а ночью холодно. Минус 33. Вносит свои коррективы генерал Мороз и в работу коммунальщиков. По их данным, сейчас в городе несколько мелких аварий. Однако устранить их, похоже, получится не раньше этих выходных. Потому что техника не может работать, если на градуснике температура ниже минус 25. Ровно и столько будет днем в пятницу. Однако к ночи похолодает. Минус 32. Без проблем переживают морозы только некоторые виды животных в Роевом ручее. Как, например, этот серый волк за моей спиной. Специалисты говорят, чтобы животное легче переносило холода, его нужно попросту лучше кормить. Но если вы подобной закалкой не отличаетесь, то свои выходные, скорее всего, придется провести дома. Потому что на субботу синоптики днем обещают минус 23, а ночью минус 31. В воскресенье немножко потеплее. Минус 22, а ночью минус 30. И это будет самый теплый день на этой неделе. Синоптики говорят, в сессии вне температура будет аномальная на 15 градусов ниже нормы. И только со второй декады февраля ситуация начнет постепенно меняться. Денис Козлов, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Морозы были темой номер один и в социальных сетях за реакцией красноярцев на аномальные холода. Сегодня следила наш корреспондент Елизавета Мерзлякова. Она сейчас в студии. Лиза, добрый вечер. Расскажи, чего было больше досады или юмора? Добрый вечер, Юля. На самом деле и того, и того хватало. И под вечер накал обсуждений морозов в соцсетях спал, как и сами морозы. И сейчас в Красноярске минус 32, и можно найти даже один плюс у такой погоды. Это пробки в городе, их сейчас нет, всего 4 балла, и это в часы пик. Связано это, конечно, с тем, что многие просто не завелись, а кто-то отказался испытывать свой автомобиль. И на градусниках с утра было минус 40. И самый популярный комментарий в соцсетях – это сравнение температуры Красноярска с Антарктидой. Сейчас там минус 29. Красноярцы массово выкладывали свои фото о замороженных лиц и шутили про погоду. И вот зачитаю некоторые комментарии. При такой температуре хочется ходить примерно никуда. Вот было бы прикольно, если бы универсиада проходила со 2 по 12 февраля. Вот если бы на так называемых умных остановках в такой мороз наливали бы чего-нибудь горячительного, то это были бы действительно умные остановки. Красноярцы по-разному реагировали, как я уже сказала. Ну вот, например, столбист Евгений Ранжанин даже устроил пробежку в заповеднике в минус 42. Взрослые шутят, что больше всего повезло таксистам и школьникам. Таксистам, понятно, из-за прибыли, а школьникам, потому что можно не ходить на учебу. Но были и те, кто сегодня не испугался мороза. И вот в управлении образования говорят, что самыми ответственными стали ученики 1-го А-класса школы номер 115. На уроки туда пришли в 1-й класс 11 детей. И вот, например, в лицее номер 10 было гораздо меньше учеников, но был один пятиклассник, которому пришлось сидеть на уроках в кабинете директора одному. Красноярцы также последовали примеру жителей Томска и запустили акцию «Подвези пешехода в мороз». Например, красноярка Светлана Демишинок полтора часа подвозила незнакомых совершенно людей, она подбирала их на улице и довозила до нужного им адреса, и это было все совершенно бесплатно. Об этом она рассказала в своем инстаграме и говорит, что больше материалов по такому хэштегу она не нашла, но не связывает это с тем, что больше никто не повторил такой вот флешмоб, а просто потому, что, говорит, красноярцы не любят хвастаться и не рассказывают о своих добрых делах. Также были очень интересные материалы о том, что, как я уже сказала, что таксисты сегодня разбогатели, и я добавлю, что разбогатели и службы по прогреву авто, вот, например, заказы у них уже расписаны на неделю вперед, и из-за высокого спроса они подняли цены. В обычные дни отогреть машину можно было за тысячу рублей, а сейчас они просят в утренние часы от двух тысяч рублей, а днем полторы тысячи. Из-за аномальных морозов добавлю, что в Красноярске организуют горячую линию по бытовым вопросам, это если у вас в квартире холодно, то можно обращаться на прямую линию, будут вам отвечать главы районов, проведут они ее завтра с 17 до 6 часов вечера, и телефоны можно посмотреть на сайте администрации города, заявки будут принимать уже с сегодняшнего дня. Радует то, что все-таки красноярцы больше все-таки с юмором реагируют. Лиза, скажи, а где-то зафиксировали минус 50, вот раз делятся сегодня в соцсетях своей температурой? Да, погода аномальная выдалась не только в Красноярске, но вот, например, в Каннске и Лиссосибирске сегодня было даже минус 50. Представляете, из-за такого холода в Лиссосибирске перемерзли трубы в нескольких подъездах домов, и у жильцов уже второй день нет горячей воды. Но и такая аномальная погода не только у нас, вот, например, в США. Температура в Чикаго опустилась ниже 30 градусов и побила исторический рекорд для них. В больницы у них поступают сотни человек с простудами и обморожениями. И американцы даже тоже, как и красноярцы, не отчаиваются. Запустили свой флешмоб Frozen Pants – это обмороженные замерзшие штаны. И участники челленджа выставляют на улицу свои мокрые штаны, они замерзают и фотографируют их массово и делятся в соцсетях. И еще напомню, что аномальные морозы, по предварительным прогнозам, продержатся до 20 февраля. И только в конце месяца, в самые последние дни февраля, ожидаются плюсовые температуры. Очень хочется верить, что этот прогноз синоптиков не оправдает тебя. Лиза, спасибо. Напомню, это была Елизавета Мерзлякова о том, как красноярцы в соцсетях обсуждают и реагируют на мороз. Ну а пассажиры междугородних автобусов решили не рисковать и отказались от поездок на время морозов. Из-за низкого спроса на Красноярском автовокзале сегодня отменили 60 рейсов. О других новостях в двух словах расскажем далее. Ни одного пьяного водителя не задержали красноярские полицейские в ночь субботы на воскресенье. Инспекторы дежурили на кольцевой развязке шахтеров «Караульная». За два часа они проверили больше 300 автомобилистов. Выписывать протоколы не пришлось. За три морозных дня патрулю попалось только 34 нетрезвых водителя. Сборная Украины не будет выступать на зимней универсиаде. Это подтвердил и замминистра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул. Год назад их ведомство запретило атлетам участвовать в любых соревнованиях на территории России. На универсиаде 2017 года сборная Украины заняла 10 место в неофициальном медальном зачете. Футбольный клуб «Енисей» необычно представил своего нового игрока. Нападающий Александр Соболев стал покемоном из популярного мультсериала. Игрока арендовали у самарского клуба «Крылья Советов». «Енисей» уже не в первый раз оригинально представляет новых участников команды. Так перешедший из Анжи Константин Савичев появился в образе Гарри Поттера. Но на Дрокинской горе началась установка православного креста. Опоры появились еще в конце января, а накануне стали видны пропорции 50-метрового памятника. Заказчик Красноярской епархии. Место выбирал сам Владыка. Поклонный крест на въезде в Красноярск будет даже выше статуи Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. Против монумента уже выступили краеведы и геологи. Эскиз креста не обсуждался на публичных слушаниях. Кроме того, многотонная махина будет стоять буквально на глине и со временем может разрушить гору. В администрации Мельяновского района заверили, строительство согласовано и проводить слушания для такой постройки не нужно. Крест будет готов летом. Также на горе должна появиться часовня. Музыкант Кирилл Толмасский, известный как Децл, умер после концерта в Ижевске. И сегодня его альбом 2000 года «Кто ты?» стал самым скачиваемым в iTunes. Чем запомнился рэпер красноярцем и почему стал символом для целого поколения, расскажет Регина Баймухаметова. Кто ты? Кто ты? Человек города в тумане. Треки Децла вдохновили Антона на то, чтобы начать писать свои. Занимается этим уже пять лет. А первую кассету с хип-хопом будущий МС услышал восемь. Для его родного Тайшета такая музыка была чем-то принципиально новым. Культура была такая, такого плана, как бы, ну, тюремная, знаете, такая романтика вот эта вот. И такого не было. Мы из другого теста. Возраст, движение, стиль не похожий ни на кого-то. Это что-то новое. Я хочу найти сама тебя. Я хочу разобраться в чем дело. Помоги мне, помоги мне. Я хочу, чтоб моя душа тоже пела. Для целого поколения MTV 16-летний Децл открыл не только новую музыку, но и стиль в одежде. Бейсболки, толстовки на несколько размеров, большие широкие штаны. Сейчас такая одежда есть практически у каждого. Но в начале 2000-х она была вызовом. До Децла мода была больше на костюмы «Адидас», вспоминает хозяйка магазина уличной одежды Катерина. А те, кто их носил, западных увлечений граффити или сноубордом не разделяли. Было, в принципе, со сноубордом до остановки дойти опасно в любом районе, потому что эта культура, она не принималась. Ее нужно было вот показать, что это нормально, ввести в ранг нормы. И вот благодаря Децлу это стало нормой. И сейчас мы все катаются на сноубордах и скейтбордах, и роликах. Это более чем норма. Тихо! Что? У Децла дома! Гуляй ты, сяю! Гуляй, ся! Что? Аудитория, которая подпевала вечеринки в начале 2000-х, теперь сменила широкие штаны на строгие костюмы и неброский стиль. На один из последних концертов Децла в Красноярске в 2013-м собрались 450 человек. Мне запрещали это смотреть, потому что у меня семья достаточно, как сказать, старых правил. В школе смотрел клипы тайно, вспоминает Никита Барановский. Это он привез в Децла в Красноярск на вечеринку в Иксы. В райдере тогда был указан коньяк Хеннесси, встречали звезду на Ягуаре. Вопрос был единственный, когда сел он в салон, что, типа, а зачем нам? Было в райдере прописано. Он говорит, да, мне, говорит, на самом деле, вот на эти вещи вообще пофиг. Мне главное, чтобы ко мне, как к артисту, очень хорошо относились. А как артист Децл помог вывести хип-хоп в России с субкультурой в мейнстрим, говорит известный красноярский рэпер Дима Короб. Если первые треки Децла чему-то и учили, так это тому, чтобы быть непохожим нормально. Потом тексты стали более социальными, даже политическими, но шли на концерты за старыми, за ностальгией. Вспоминаю, потому что он у многих ассоциируется именно как раз-таки с беззаботной, светлой юностью, когда все было хорошо. Фанаты вспоминают одно из интервью, где Децл признавался, что думает об инсценировке смерти в 35 лет. После концерта в Ижевске у артиста внезапно остановилось сердце. Ему было 35. Регина Баймухаметова, Илья Сенкевич, 7 канал. Я хочу найти сама себя. Я хочу разобраться в чем дело. Помоги мне, помоги мне. Я хочу, чтобы моя душа тоже пела. Если у вас есть новости, пишите нам на Вайбер или Ватсап 7 канала. Номер телефона 8 391 29333. Мы постараемся помочь. Для российских журналистов провели масштабную экскурсию по деревне Универсиада. Она расположилась на территории кампуса СФУ. Чтобы проверить все аспекты жизни в деревне, ее на несколько дней заселили волонтерами. На строительство и обустройство пришлось потратить более 8 миллиардов рублей из разных источников. Насколько хорошо все получилось, узнавал Денис Денисов. Лаунж-зона с приставками, настольными играми и удобной мебелью. Здесь гости игры будут общаться и проводить свободное время. Правда, настоящих студентов в общежитии сейчас нет. От них до закрытия игр комнаты освободили. И последние пару дней тут живут волонтеры, тестирующие инфраструктуру. Например, эти ребята имитируют хоккейную сборную Швейцарии. Вообще, в целом, по кампусу, то есть, как его теперь уже надо назвать, деревня, походили, все осмотрели. Волонтеры везде есть, где они нужны. То есть, мы даже провели тестирование вызова скорой помощи, например, и все сработало. То есть, наша коллега якобы подвернула ногу. И в центр мы вызвали экипаж скорой помощи, где они проводили до машины и якобы ввели обезболивающее. Доставляют всех пострадавших в медицинский центр. Сегодня, наверное, один из самых оснащенных в Красноярске. Здесь будут получать помощь не только спортсмены, но и все задействованные в играх. От волонтеров до судей. И по регламенту все товары в аптеке они будут получать бесплатно. Центр в операционный период будет работать круглосуточно. Понятно, что не все специалисты нужны круглосуточно. В круглосуточном доступе основные службы, такие как хирургическая служба, травматологическая служба, они будут находиться здесь, преимущественно всегда, так же, как скорая медицинская помощь. Будет здесь, рядом с медицинским центром, стоять. Масштабный тест-драйв устроили и многофункциональному спортивному центру. Правда, на период игр тут будет столовая. Вся эта огромная линия раздачи поделена на четыре гастрономические зоны. В том конце европейская и азиатская кухни, еще есть русская, она же сибирская, а в дальнем конце халяльная зона для представителей мусульманского мира. В ходе проверки выяснилось, что нужно поработать над разделением потоков посетителей, чтобы не скапливались очереди. Но вот к ассортименту претензий не оказалось. Разве что пожелание, чтобы после игр студентов кормили не хуже. Все, что здесь сделано, это все наследие для наших студентов, это все наследие универсиады. Поэтому универсиада по-настоящему мудрая. В 23-м будут заезжать уже первые спортсмены, и в 23-м это официальное открытие деревни. До 23-го числа работаем над качеством, настраиваем еще раз оборудование, тестируем людей и думаем, какие-то еще те фишки, которые могут появиться. Сейчас все тестовые мероприятия закончены. Отработана не только внутренняя инфраструктура, но и логистика до объектов. Универсиадскую деревню ненадолго закроют, чтобы немного украсить подсветкой и арт-объектами. Денис Денисов, Дмитрий Комаров, 7 канал. Автобусы для универсиада останутся в Красноярске после игр. По словам губернатора Александра Уса, половину машин задействуют на городских маршрутах и как туристический транспорт. Часть отправят в районы края. Спецавтопарк универсиада – это больше 500 машин. Легковые автомобили, вместительные автобусы и микроавтобусы. Их разместят на территории троллейбусного депо номер 2. Водители прошли подготовку перед студенческими играми. Треть из них смогут общаться с гостями на английском языке. За руль согласились сесть не только мужчины. 30 водителей – девушки. Автобусный парк немного подновился. Здесь не стали наводить какого-то образцово-показательного глянца. Но тем не менее и выглядит достойно. И техническая оснащенность самого этого транспортного предприятия, как, как говорят руководители, серьезная подросла. Что станет главным наследием универсиады? Кому достанутся объекты? И будут ли, по мнению депутатов городского совета, от них пользы? Для красноярцев расскажем в следующем материале. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас важно перенять опыт у других городов по организации дальнейшего сопровождения этих объектов. Мы будем еще дополнительно собираться с управлением образования, значит, с молодежной политикой и определять, какие направления, секции, кружки будут проходить на этих спортивных объектах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В бюджете города Красноярска у нас есть денежные средства на аренду этих спортивных объектов, для того, чтобы дети могли заниматься. Вот я, например, очень хочу, чтобы у нас появилась такая красноярская хоккейная школа, многофункциональный комплекс «Радуга». Поступит на обслуживание, в всяком случае, на содержание Сибирскому федеральному университету. Но это совершенно не означает, что туда не будет доступа простым горожанам, это будет, конечно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы будем встречать большое количество гостей, и российских, и зарубежных. Вот я считаю, что это такой вызов, который у нас перед нами. Это очень масштабное событие. И как мы встретим гостей, каким будет город, каким будут жители, насколько у нас будет хорошее настроение, это тоже очень важно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Артистов из пяти стран и животных с пяти континентов возглавляет династия Тони с полутора вековой истории. В шоу задействованы вальсирующие слоны, кенгуру-борцы и семейство тигров с истинно итальянским темпераментом. Особый подход у труппы и к постановке иллюзионистских и акробатических номеров. Каждое выступление не только отличается красотой и мастерством исполнения, но и драматургией. Трюки с гигантскими рептилиями проходят в атмосфере восточной сказки, а завораживающий танец на шесте разыгрывает трогательную историю любви. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне очень нравится публика. Здесь культура цирка на высоте. Люди знают и понимают цирк. Очень приятная реакция публики. По ходу представления воздушные гимнасты взлетают под самый купол. Цирка и покоряют колесо смелости без страховки. Одна из артисток во время выступления в воздухе держится на собственной косе, чем претендует на рекорд Гиннеса. Детям до пяти лет вход бесплатный. Сами итальянские артисты отметили, что им очень комфортно выступать в Красноярске. В Европе стационарный цирк – это большая редкость. К слову, шоу «Слоны и тигры» станет последним перед уходом здания на двухлетнюю реконструкцию. А теперь информация о погоде во вторник, 5 февраля. В Красноярске переменная облачность без осадков. Ветер восточный, атмосферное давление 754 мм артутного столба. Температура воздуха днем минус 30, ночью минус 38. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть новости, звоните нам по телефону 2900-333. Также в любое время суток присылайте сообщения на нашу «Вайбер» и «Ватсап» Телефон 8 391 2900-333. А еще больше интересных и актуальных новостей читайте на нашем сайте trk7.ru и ищите нас в социальных сетях. В студии для вас работала Юлия Чупрова. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова